Каут тоже нельзя. С вами говорит, заебись. А, так у нас, скорее всего, и сторону ребята будут выбирать. А, нет. Нет. Сторону выбирает Килин и Мега Раш. Ну, кстати, это неплохо. Неплохо на оверпассе взять сразу КТ. Очень приятно. Очень приятно. Алексей? Вадим. А, вы здесь, всё, я понял. Я думал, у меня подлагало. Всё замечательно, всё хорошо, и у нас... Срога выиграл, да. И у нас сейчас СГ и АУК тоже нельзя спрашивать, мало СТТ. Нет, СГ и АУК можно, конечно. А, окей. А нам слаб, наверное, надо, они из КТ хотят. Да, да. А, у вас стартануло уже? Да, да. В смысле, они неправильно написали, или что? Я хуй знаю, это они что-то... Да, да, они слаб, но ничего не сработало. Я тогда вам стартану ещё раз, матч хорошо нажимаю. Ну, да, давай. Мегараж не может, блядь, этот стартануть. Алексей? Алексей, как вообще вот комментировать 7 часов, это же очень сложно. Владимир, ну пока мы с вами комментируем только 2 плюс-минус. Да. Впереди ещё 5. Я не представляю, Алексей, как это, я просто не представляю. Я причём такой эмоциональный, сижу, радуюсь, веселюсь. Мне кажется, я буду в тильте потом просто всё время. Нет, нет, на самом деле всё зависит от самого турнира, от обстановки, которая здесь у нас происходит, и от того, успеет ли жена до 11 заехать в магазин сегодня. Потому что если нет, то да, я тут немного в тильте. Ну да ладно, друзья, давайте смотреть. Алексей, у меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, будет видна какая-то от Флейми тут прям чересчур жёсткая игра? Я надеюсь, я хочу, я хочу увидеть, я хочу, чтобы он убивал. А Мау-100 уже увольняет одного и... Я знаю Егора лично, мы общались с ним в жизни. Это очень приятный парень, который, как мне кажется, сейчас должен, должен показать себя, заявить о себе. Но ситуация один в один, Мегараж Мегараж Мегаража пока что сильнее Мегаража. Я ничего не понял, что сейчас было? ничего а алексей там просто флэйми ров устрелял с берста и почему флэйми маус т.д. и тим маус т.д. что у нас с командами сверху а сейчас спасибо все хорошо смотрите в час алексей сейчас будет какой-то прикол давайте сейчас мне кажется чат подумает что флэйми залил против себя и про себя быть сливать короля отличная голова от флэйми залетает подожди откуда у него калаш а ему мало скинул кого что ли обязательно за пилоном ставит у нас флэйми и постарается перестрелять своего оппонента есть информация у него по шарту келензор надеюсь он не будет заман таран и увидел ногу но не пикает смещаться и флэйми по стрельбе не получилось и это 20 что-то как-то обидные раунды мне кажется они отдают вроде бы все отлично все хорошо и зашли на плент поставили бомбу и типа все что нужно сделать это просто убить выходящего типа но как-то не идет ну ладно может начало 20 20 полетели дальше мастер тем и флэймин 2 к 47 со стороны оппонента а к м к по раскиду все понятное дело лучше у защиты келензор минус 2 от него 30 кто это такой вообще это какой-то гений слышишь игры ну аниме navi победа в кармане согласен вы когда по-другому хотели снимывать мнение я вообще даже ни одной рифа не не мог придумать ну и хорошо тогда идем дальше пока два дегла у флэйми и у маус тт понятное дело с экономикой габбелла но и здесь нужно каким-то образом сейчас им просто напросто пережить а может быть и забрать эти раунды очень классный значок у флэйми если вы обратите внимание а что этот значок финалист дым хаком и есть маму кого своими открывается его закрывать значок что просить у досье есть очень крутой значок победил мажора да да это да классный и келензор очень жестко стреляет как-то типа я не знаю он прям без шанса увольняет друзьям и нам вы мы вам напоминаем что у нас 35 тысяч человек спасибо большое за такой хороший она не забывайте ставить пальцы вверх друзья вы продвигать наш турнир и не забывайте друзья переходить на сайт кс гоуран даже просто посмотрите выход и мега раш закрывает первое второго мега зажал получается и мега перевелся так вот не забывайте что если этот турнир у нас пройдет успешно и все будет замечательно и хорошо то кс гоуран совместно с пройдут еще один турнир только уже возможно призовой да можно будет больше поэтому будьте активным друзья ваша активность нам очень и очень помогает выход это не считается это не читается вообще но они читают 2 там но это нереально ну 2 для одного кило а вот своими может такое зачитать потому что они очень долго уже в этой как говорится в этом бизнесе не 0 на кого вы ставили напомните вадим на мега раша коэффициент 6 620 долларов правильно вопросов нет вопросов нет смотрим дальше 60 на данный момент команда щиты полностью деклассирует своего оппонента и просто без шансов стирается этой карты это 70 ничего 27 я себя чувствую как будто комментирую игру а кумы знаете по как флэйме открылся через монстрами гараж выпадает галил на руках у его район попытается здесь каким-то образом действовать первым номером дабы помочь своему человеку 7 1 не было скорее сухая и 8 7 вадим кстати говоря если вот ты выигрываешь 70 но потом счет каким-то образом перетекает 87 10 5 хотя бы все шансы у команды атаки которая проигрывал все там 70 не у нее появляются поэтому здесь пока еще ничего страшного не произошло давайте смотреть дальше дача дача форс флэйме сядет и начнет играть все еще поменяется не ну типа я хочу отдать должное келен зору который очень жестко стреляет и мега рашу типа они очень жестко стреляют подожди так может это вообще шоу какое-то может быть флэйме решил стать ютубером и он снимает пранк над эвилоном на турнире может быть и так но в любом случае мы это узнаем только через некоторое время когда выпуск на канале флэйме выйдет если такое произойдет маус-тт занимает трубу занимает болото за короля флэйме будет смещаться через монстра откидывает флэш в сторону шарта и пока решает сыграть не торопясь помедленнее нужно забрать бомбу и уже с этой бомбой возможно затащить клач это у флэйме вагоны маленькая тележка и возможно сейчас этот опыт он и использует мне почему не кажется что он убьет их дабл пик происходит команды оппоненты или дабл дик хорошая не говорите хорошо давайте смотреть дальше 826 раундов разница у нас уже между командами и пока в защите у мегараши ухилла на все получается и линзор у нас находится перед пилоном и каким-то образом маус-тт подгорел на 1 ах я получил на минус 2 что с этим человеком вот это проиграть будет обидно сейчас мегарашу не это победный но проиграть здесь будет сложно на самом деле потому что вроде как мы как по таймингу повезло йома а теперь не повезло а теперь опять повезло ой-ой-ой там если бы не повезло если бы зажим чуть пониже может быть даже и в голову бы полетел от флейми но такого не произошло время внимание нужно сместить и мегараш оказывается в этой дуэли посильнее 9 2 алексей как вам счет келензора и мегараши вы имеете ввиду фраги воде до 9 киллов и того и того 9693 все так ну и у команды оппонента тоже идут на равных то есть там нет налей в любом случае пока еще дает хороший смог это фишечный какой-то или он просто не попал мне ничего не видно поэтому не вопрос не попал интересно у маус-тт аватарка там человек стоит на фоне чего это ступеньки ну они в какой-то траве у нас отходит прям агрессивно плейми открывается на размере хорошо 39 прикольным прикольно ну алексей за кт все можешь капец как поменяться то есть типа сейчас он все рофлят рофлят часа не заканчивают 96 например и потом просто берут все за раунды за кт все в чате вопрос такой вадим это флейми и знали да ну все он же знали еще но женщики уже просили это он или нет на друзья это флейми знали его же не не кикнули же правильно он запас что он находится на скамейке запасных шутка на юмор немножко надо юмора ребятам подать 7 часов еще комментирование чуть-чуть пошутить и линзор открывается падает флейми остается я кстати маус-тт знаю лет наверно 6 может быть я помню как он еще делал вид что ходит зал забирает да прочувствовал прочувствовал все мне кажется он уверен себе вадим теперь просто проникнитесь этой атмосферой буквально несколько моментов назад счет был 70 без шансовая игра на оверпассе но вот сейчас счет 94 и шансы по щелчку 9696 это у нас я заметил что-то маус и флейми играет очень агрессивно ну прям вообще максимально они все пикают я надеюсь что за кт они будут не будут так играть потому что ну кстати флейми за всегда лучше в защите играл вообще всегда ими позиции что он будет сейчас смотреть и как он будет принимать потому что ну и от таймингов понятное дело потому что тайминги мы видели с вами сегодня особенно два на два или один на один тайминге очень часто решают но посмотрим как это будет сегодня сейчас было 5 спину обратите внимание что мегараж будут заходить спину и поджимать их со стороны монстра этого не было за вот эти 14 раундов мегараж не нужно было этого делать два раза промахивается да и можно ставить бомбу и теперь уже просто закрывать мегаража и вот тот самый момент про который я вам и говорил чего за крови не хватает хладнокровия таких ситуациях нужно прям пропушить или нацелиться но я не знаю должен быть сто процентов уверен своем выстреле все он проигрывает раунд а мог кстати убить одного остались бы в два в один распикали бы я не знаю ну вот смотрите счет 70 был 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 95 сейчас девять шесть вообще 96 до 96 это очень круто это очень круто вы должны понимать ребят что overpass это жесткая карта кт почему у нас полторы минуты тайминга полторы минуты тайминга и смоки лежат ну уж очень долго и должны понимать сейчас будет ложиться два смока молик и ребята из келензор мегараж будет также само ошибаться потому что будет тоже пушить смотрите келензор мегараж написали гх и мне ответили ну бывает такое кстати то что маус тт стреляется это в принципе ты неплохо но то что он подходит близко получать нельзя резать дистанцию с лаками нужно дальше отдаляться вот один хочу я за короля я говорю это флэми снимает франк он пранк снимает сейчас он такой это же я вы понимаете что у нас еще одна игра может быть total больше то есть еще одна игра может быть равны а я думаю что если все будет total больше то до скольки мы будем с вами сидеть алексей примерно до двух часов ночи вадим охуеть что простите я в шоке все хорошо давайте дальше келензор лом со стороны монстр пытается напрягать своих оппонентов мегараж в это время открывается через позицию под названием short со своим теком мегараж слышно прекрасно его маус тт в упоре мне кажется это может и одну и вторую позицию вообще в принципе сейчас они очень хорошо стоят обратите внимание вадим да они очень круто за пилоном другой стоит перед монстр роста ты открывается по первому они понимают уже где 2 потому что он накидывал флешку блин я вот не понимаю игроков на сценариях у которых есть свои стикеры почему вы были своими стикерами все свое лицо не обклеить и по я не знаю если у меня был стикер эвелон пожалуйста сделайте кто-то себе ник эвелон и пройдите куда-то чтобы у вас появился стикер боже я вам буду так благодарен реально я вот завидую бустер у которого есть охуенный профессиональный игрок бустер и у него есть свой стикер грубо говоря даже очень круто это очень круто но не всем повезет так как бустеру а у нас маут из маус тут это приемки с фармгана может перестреливать по стрельбе не заходят первое не попадает в голову корля начинает открываться это же падает от келензора 10 8 вообще мне кажется этот раунд нельзя было проигрывать ну казать там были фармганы против вас уже серьезные ганы серьезное оружие поэтому если у вас первая пулька с фармган не залетает в голову перестрелять край тяжело даже при зажиме в двое ли один на один поэтому играли проиграли часы появились ухты блин очень больно алексей я прям прочувствовал этот тильт алексей как вы думаете мега раш с келензором заберут от раунд 2 в 1 все зависит от позиции на которой они будут выходить то есть мало статы может под один спрей час двоих забрать если у него получится грамотно занять угол но тогда нужно что первое поле залетела в голову сейчас перестреливает одного ой точнее мало статы перестреливает позиция бомба сейчас будет жесть вот это бомба позиция сейчас занимает смог и аккуратно через него ждет своих оппонентов он слышит прекрасно перемещается через шорт и гараж аккуратно пытается здесь как-то распекать пытается все расчекать никого не замечает мало статы все еще сидит в пленту но здесь позиция такая что убивая 1 его убьет 2 мотивация думать о голос алексей почему вы перестали комментировать профессиональные матчи мне пришлось выбирать либо стримить и комментировать матчи явиллона либо комментировать профессионально я выбрал стримить и комментировать матчу и вилла как я я я я я я я яй 12 8 скорее себя будет кстати я ни разу не видел как своими играет с иглом вот именно сегодня он помни раз был был а по 250 и помню масло увольняет очень хорошо ими падает один в один омаз это хорошая позиция 2 патрона патра потребовалось два патрона чтобы выиграть этот раунд просто не реально это просто увольнение сыграете вот такой удалить нс напишите как думаешь яйца ну что 11 9 пока все еще впереди мега раш мега впитал у маус тт получается аук на руках ой как больно получает ой как больно получает если бы чистый урон был уже бы умер давным-давно если бы не прострелом прилетела но все еще живет клейми а как давайте посмотрим за ним своими так открыто играет это просто жесть получает голу через чайку они вдвоем примерно в одной позиции это неплохо это неплохо одного в одной ты не ждешься там есть 2 либо под один справедливо и сразу да особенно с таким количеством хп мега разгорит ч а сейчас горит сделать как мой а как ничего не получилось то сегодня получил там один супер и новый был второй тоже практически красный двоих было мало хп другого 19 40 это немало 40 это немало его уж попали он даже возраст или сантиметра я согласен но про хп такое себе воде понял алексей хорошо масса то убивает ну кстати да да 1111 алексей вы за кем сейчас смотрели я смотрел за атакой видели как он перевелся в голову дал время да он просто перевелся так ему с одной поле в голову дал почему я смотрелся за телензором это такой тильт я хотел бы посмотреть как это сейчас было чем ты горишь что мне кажется он вспомнил такой я те же в на витебах может не начать играть вот эти два шота были от вами сейчас очень и очень жестко очень жестко вы за ним смотрели или нет давай я смотрел за ним это перевелся второму просто бесшансово это было красиво 12 11 команда флэйме впереди наконец-то они впереди потому что маус тт занял воду до первый раз они впереди да да по-моему они еще не нагоняли своего оппонента вот теперь нагнул так у нас тт вообще просто позиция я не знаю как это бимба ну я думаю все таки флэйма он убивает мега раша минус они практически разменялись все один есть без шансово без шансово вообще походу все таки минус 20 сейчас прикинь все эти люди которые сидят которые на флэйме залились как на флэйме залили 1600 долларов с маус тт прикинь сидят у них яйца так потери на 7 0 более 3 2 2 я представляю что не с жопой было а теперь все пишут сердечко флэйме ну ладно чат если вам не сложно можете постарался натыкать лайков чтобы эта трансляция продвигалась будет очень круто потому что такое редко когда можно провести и плюс youtube не самая благодарная платформа в этом плане плей флэйме просто пошел смог постарел учила 17 п ну а почему вы согласен можно и так как говорится проблема уми гаража мы но не такие большие как у келензора ну кстати говоря мегараж там огрызнулся через дерево пострелял мега прострелил мне кажется без шансовый раунд мегараж хорошо мнение масло тема статей берет аккуратно вот тут очень мало х поэтому а что это со стрельбой было сейчас я думаю подлагала скорее всего лаганула потому что тут должен был быть 14 11 а в итоге мы увидели какую-то недоразбериху не стабильную стрельбу да ну ладно грязь 12 а вот так вот у нас мега пик происходит вот так вот мы пикаем ребята и маус тт последний но он мега раша может на самом деле закрывать если сейчас мега раш откроется с мужей откроется на 100 поменял позицию ну закрывая даже келензора вот вроде как команда флейми начинает как-то без шансов да типа просто разваливать без шансов проиграли 2 ровно на черно это снг это наша нестабильная снгшная эта игра и не знаю как это еще мне кажется это у всех есть такое не сказал бы прям что это прям снг тема интересно было бы увидеть европу на таком турнире посмотреть как бы они два на два отыгрывали я почему-то думаю что они бы настолько потели что это просто жесть за каждый раунд брали хорош комментарий вадим мало стоит юмп флейми м к 2 открываются через шорт падает флейми у нас маус тт последний самое интересное что сауком закроет первого сауком с юмпом и закроет второго просто 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 железо железо в него просто знаете в него влетают пуля ему просто насрать он просто идет дальше это маус тт пожалуйста тот самый случай когда у тебя есть юм когда у тебя есть хорошая позиция ты в тайминг открываешься по одному и закрываешь зачем вы за мной повторяете а у тебя есть брат но здесь кстати говоря вот эта игра вадима на мне как мне кажется самая близкая к допам то есть здесь допы максимально предсказуемы ну давайте мне кажется что их не будет но сейчас мы узнаем осталось-то буквально несколько раундов нам сами посмотреть и узнать будут допы или нет начинается у нас открытие через монстр со стороны команды атаки ими гараж уже какой тайминг прошел до время его не увидел тут нас этой стороны также начинает черешок открываться игру флейми подгорел но не очень сильно все еще на ногах все еще хорошо 78 процентов здоровья контролирует для команды флейми да все так же вадим все матчи которые мы сегодня с вами прокомментировали а прокомментировали мы с вами сегодня если я не ошибаюсь 4 или 3 все total больше абсолютно не было у нас еще какого-нибудь там 16 9 16 8 16 7 все у нас больше 16 11 максимальный под вы давайте нормально кстати находятся ли минус 30 блин я бы очень хотел чтобы ребята этот раунд не отдали все таки уже закрывали свою игру потому что тут прям вроде все уверенно так а у нас флейми стоит на флешке то есть они еще будут еще и пикать информация по келен зору но этот парень нас кстати говоря можно еще спикнуть я думаю они свои мне пикать но что за молик он же сейчас не увидит маус тт который будет сидеть море 16 13 браво команда флейми маус тт побеждает в этом противостояние у меня за 16 лет рука вспотела здравствуйте а что это было в самом начале пранк какой-то снимаете мы сидели мы думали что все сейчас нас 0 закончится просто и все но аркада не работал пришлось гранаты кидать тебе было так настолько в лень гранаты кидать да не на меня не лень не разминались спасибо вам большое за когда следующая игра сегодня нет сегодня уже ни одной сегодня для вас не будет на целый день раздавал вот честно хочу сказать что ты стрелял очень жестко мегараж переводился вы очень круто играли не знаю у вас шансы были на то чтобы выиграть очень большие расстроились или нет вот такой я расстроился мы хотели показать что даже аутсайдеры ну могут могут слушай но я хочу вам сказать что мы были сначала в ахуе просто что происходило мы такие думаем ебать а еще нас вас двадцатку за леду мультики стадации баксов я уже сидел ебать на алиэкспресс и выбираюсь ебать попытки новые вы молодцы было очень круто сказал что не получалось стрелять поэтому начал кидать гранаты да не раскидывали очень люто на самом деле очень закрывали нас на первом таймингах но это получается проблема такая что полторы минуты и смоки молики пиздец как руинится очень жестко но мы к сожалению можем две минуты играть потому что это вообще тогда продлилась бы бля неделю этот турнир спасибо огромное что поиграли вы были молодцы спасибо большое давайте